Всем привет! С вами канал Еда на любой вкус! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом, как мы готовим домашнюю тушенку из курицы. Кстати, по этому рецепту можно приготовить тушенку не только из курицы, но также из утки, гуся, кролика и даже свинины. Вообще, домашняя тушенка это очень удобно! Всегда можно приготовить очень вкусное и сытное блюдо, будь то любой суп, либо второе. Главное в тушенке это мясо, оно должно быть качественным. Напрямую от качества мяса зависит и качество тушенки. Нам понадобится курица, у нас вот такие домашние бролеры. Кроме мяса нам понадобится соль, перец душистый, перец черный горошком, а также лавровый лист. И это все ингредиенты, чтобы приготовить вкусную тушенку. Разделываем курицу бролера на куски, отдельно крылья, грудка, ножки. А затем все эти части рубим на кусочки поменьше. Не нужно сильно мельчить. В итоге у нас получаются вот такие кусочки. Курицу я хорошо промыла. Теперь, чтобы узнать, сколько нам понадобится банок, перемерим мясо пол-литровыми банками. В итоге у меня получается из 6,8 кг курицы всего 12 банок. Предварительно банки моем обычной пищевой содой. Добавляем на дно по 2 перца душистого горошком, по 3 горошины черного перца. Затем укладываем мясо до половины банки, стараясь, чтобы в каждую банку попала разная часть курицы. Например, чтобы в одной банке была и грудинка, и ножки. Укладываем и вот таким вот образом слегка придавливаем. Нужно, чтобы мясо легло плотно. Когда банки заполнены уже наполовину, добавляем снова по одному душистому перцу горошка и по 2 перца черного горошка. Лавровый лист, одну штуку. И по 1 четвертой чайной ложки соли. И затем докладываем банку по плечике. И еще сверху добавляем 1 четвертой чайной ложки соли. В таком случае у нас получается на каждую пол-литровую банку пол чайной ложки соли. Вырезаем из фольги небольшие кусочки. И этой фольгой мы накрываем банки. Противень застилаем пергаментной бумагой. И сверху высыпаем соль. Для того, чтобы банки с тушенкой не лопнули. Можно, конечно, положить толстую тряпочку и доливать воды, но с солью удобней. Слегка подровняем, чтобы был одинаковый слой соли. Сверху устанавливаем банки. Ставим курицу в холодную духовку. Включаем нагрев на 180 градусов. И тушим курицу ровно час. Спустя час убавляем температуру до 100 градусов. И тушим еще 4 часа. Еще дополнительно мы варим бульон из костей курицы. Так как часть жидкости в банках при тушении испарится. Часть выкипит. А этим бульоном мы дольем банки, чтобы они были полными. Бульон варим 2-3 часа. При необходимости доливаем воды. Наша домашняя тушенка готова. Достаем аккуратно банки с противня и ставим на сухую и не холодную поверхность. Аккуратно снимаем фольгу. Кстати, у куриц, особенно в роллерах, есть внутренний жир. Так вот, я его перетапливаю и в каждую банку добавляю по полной чайной ложке такого жира. Если у вас нет, то не обязательно добавлять. Затем доливаем готовый горячий бульон. И сразу закатываем стерильными крышками. Укутываем банки до полного остывания. Затем, когда они полностью остынут, их можно помыть, удалив потеки и соль на дне банки. Когда тушенка полностью остынет, храним ее в темном, прохладном месте. С вами был канал Еда на любой вкус. Обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые рецепты. Не забудьте поделиться рецептом с друзьями. И до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok